Живописные озера, которые появились два месяца назад на окраине девятого поселка, глаз местных жителей, мягко говоря, не радуют. Сотни квадратных метров земли превратились в болота. Страшно делается, что в одно прекрасное время у людей потопы бывают, стихии, а тут сами себя топим и не можем устранить. Появляться водоемы начали больше месяца назад. В этом районе идут сразу три трубы, которые подают холодную воду в разные части города. Из резервуаров Ахаклиса до канала. На беду прогнили все и теперь вода бьет наружу, а рядом уже размечены участки. Кто-то купил, кто-то получил их по программе в поддержку многодетных семей. Первый пострадавший от искусственного наводнения Денис Болода подступила вплотную к забору. Год назад он купил участок, причем по достаточно высокой цене. Начал строиться и в этом году получил такой сюрприз от коммунальщиков. К слову, теперь землю никто покупать здесь не хочет. В этом году поставили столбы, год ждали, поставили нам столбы. Сейчас подстанция, ее не подключили. К ней не подойти, не подъехать, сами видите. Ну вот и когда, что, приедет, посмотрит, походит, походит. Единственное, не дали нам погрузчик, чтобы нам будут это сделать. Однако вырытая траншея теперь вместо защиты создает еще больше проблем. Участок Дениса, затопление кое-как обезопасили. А вот о том, что от этого места в 300 метрах находится школа и реабилитационный центр, не подумали. И вода с окраины 9-го поселка уже наступает в центр. И это естественно, потому что от водоснабжения дома отключить не могут. Тогда можно представить, какой силы в трубах напор. Я сегодня позвонила в водоканал. Она очень грубо ответила, что мы знаем, нам не надо звонить. Ну это же не серьезно. Ваша ответственная непосредственная работа и никакого сдвига с места нет. Ну нельзя же так делать. О том, что ситуация близка к ЧП, в Хакрис водоканале действительно знают. По словам специалистов, на этом участке из трех труб порыв удалось устранить только на одной. Но после нашего приезда пообещали, что тяжелая техника для отсыпки грунта на затопленные участки придет уже завтра. Будем вскрывать. Сначала вскрыть. Надо посмотреть состояние. Там уже либо участками ремонтировать, либо может быть местные. В настоящее время надо будет поменять приблизительно полтора километра. То есть на одном участке километр, на другом 500 метров. Вот именно где болотинное. К тому же Хакрис водоканал пообещал, что в следующем году, так как в этом денег уже нет, трубы поменяют полностью. А за ту воду, что сейчас заливает окраину Черногорска, жители девятого поселка ни в коем случае платить не будут. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Мария Добрынина, Игорь Брюханов.